Ух, друзья, как же долго я ждал того момента, когда ко мне в руки наконец-то все-таки попадет флагманский аппарат HTC, модель One. И вот он, прямо перед нами, рядом с iPhone 5, и именно сейчас мы с вами проведем сравнительный обзор этих двух внешне похожих, но на самом деле очень разных девайсов. Поэтому всем привет, и да прольется кровь, мы начинаем. И начинаем мы, как всегда, с дизайна. Наконец-то у iPhone 5 появился алюминиевый конкурент, что не может не радовать. Пластик уже изрядно достал, а вот металлический девайс в подавляющем большинстве случаев, как ощущается, так и выглядит куда круче пластика. Собственно, и iPhone 5, и HTC One сделаны из цельного куска шершавого алюминия, и можно даже сказать, что обладают в некотором роде схожим дизайном. Если уж очень хочется придраться, то при желании задняя поверхность iPhone чем-то может напомнить вам переднюю поверхность HTC One. Но это даже и хорошо, потому что оба девайса выглядят очень здорово. Я бы даже, наверное, сказал, что внешний вид HTC даже поинтереснее, чем у телефона из Купертино. Однако же, одна претензия у меня к корпусу HTC One все-таки есть, а точнее к кнопкам их очень сложно нащупать. Неважно, кнопку блокировки или клавишу изменения громкости, нажимать на них одинаково неудобно. Долго растекаться мыслю-подреву не будем, оба телефона выглядят очень хорошо, лежат в руке приятно и имеют качественно собранный металлический корпус. Ни в iPhone, ни в HTC нет и намека на какие-то скрипы, люфт и прочие недостатки, поэтому 1.1 продолжаем. А вот продолжаем мы дисплеем, и здесь прямо сразу скажу, что на 10 шагов впереди смартфон от компании HTC. Во-первых, это размер, хотя и аспект это жуть какой субъективный, но все же 4 дюйма это очень мало и не серьезно по сегодняшним меркам. А вот 4,7 дюйма как у HTC очень даже хорошо. Но в любом случае, Full HD разрешение на такой диагонали просто не дает оторвать глаз от яркого, в меру сочного и невероятно четкого экрана HTC. В iPhone же все как-то уж очень уныло, 1136 на 640 точек при размере экрана в 4 дюйма, итоговая плотность 326 точек на дюйм. Не спорю, это много, но 468 точек на дюйм в HTC это больше, заметно больше. И не верьте тем, кто говорит, что разницы в такой плотности нет. Много, не мало. С другой стороны, конечно, такой размер дисплея накладывает некоторый отпечаток неудобства в использовании. Все-таки для комфортной работы с HTC One так или иначе придется задействовать вторую руку. Пусть не так часто, чтобы назвать это огромным минусом, но иногда все-таки нужно будет это делать. iPhone, имея крохотный экранчик, вас это делать не заставит. Но и сравнивать, например, эффект от просмотра видео на HTC и iPhone все-таки не стоит, так как iPhone просто-напросто покраснеет и лопнет от нахлынувшего стыда. В качестве маленького такого оправдания iPhone, чтобы уж он так не сливался в сравнении с HTC, можно сказать, что углообзора у него заметно лучше. Поэтому окружающие вас люди будут прекрасно видеть то, что вы читаете или пишете. Согласитесь, это здорово. 2.1 в пользу HTC мы продолжаем. По железной начинке и ее навороченности iPhone 5 сегодня побьет любой маломальский современный телефон. Да, в iPhone всего два ядра, один гигабайт оперативки и все такое. Однако же на таком железе телефон демонстрирует очень плавную работу. Запускает тяжелые игрушки и не дает им лагать, и в то же время при не самой емкой батарее живет день полтора более-менее активного использования. В HTC же начинка очень даже топовая. Четырехъядерный процессор с частотой аж 1,7 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Если судить по цифрам, то да, действительно, и этот раунд тоже остается за HTC по той причине, что его железо более производительно. Но на самом-то деле мы с вами знаем, что железо — это лишь только половина. Вторая половина — оптимизация, которой, как известно, Android девайсы нас балуют очень и очень редко. Поэтому счет становится 3.1 в пользу HTC только благодаря тому, что он более производителен на бумаге. А вот теперь пора поговорить о чем-то более серьезном, чем сухие циферки. На самом деле, неважно, сколько там гигабайт и гигагерц в устройстве. Ведь, согласитесь, вряд ли вам будет приятно, если гигагерц много, а работает все через одно место. Но не переживайте, с HTC One все-таки все хорошо. Однако же, ни один Android-смартфон из тех, что успели у нас побывать, не смог сравниться по плавности работы с iPhone. Да, HTC работает отлично. Быстро, плавно. Интерфейс Sense 5-й версии очень здорово выглядит. Но вот честное слово, иногда он спотыкается. Где-то очень коротко подлагивает прокрутка, иногда приложения совершенно ненадолго задумываются. Это не раздражает и даже вряд ли будет заметно пользователю. Но все-таки иногда это есть. Не спорю, с iPhone такое тоже случается, но гораздо-гораздо реже. С другой стороны, HTC отлично продемонстрировала то, что при желании интерфейс Android можно превратить, если не в произведении искусства, то в нечто очень красивое и удобное. Оболочка Sense 5 действительно отлично выглядит. Кроме этого, компания переработала и перерисовала практически все стандартные элементы системы и сделала их действительно лучше. Но всю эту малину портят некоторые особенности самой операционки. Как бы HTC не меняли Android, он все равно остается Android-ом со своими мелкими и не очень проблемами. Сейчас я произнесу страшное слово для всех владельцев Android-девайсов. Оптимизация. Например, несмотря на топовое и очень мощное железо, известный зомби-шутер Dead Trigger показывает картинку совершенно без каких-либо спецэффектов, в то время как смартфон от Apple порадует и водичкой, и отражениями, и паром, и всякими другими частицами, которые делают картинку куда более привлекательной. Оно и понятно, HTC все эти красоты потянет на раз-два, только вот игра оптимизирована под тегру, и все, хоть ты тресня. Но закончим все-таки с iPhone. Здесь все привычно, иконки приложений, странички спрингборда, и, пожалуй, все, прямо скажем, интерфейсных изысков тут минимум. Но зато все просто, и лишних вопросов с освоением iOS у пользователя не должно возникнуть. Хотя, честно говоря, iOS уже хорошенько поднадоела своим, скажем так, классическим видом. Но тут нужно признать, что работает она очень стабильно. Поэтому в плане юзабилити оба аппарата получают заслуженный балл. iPhone за стабильность, а HTC за удобство и симпатичный Sense 5. 4.2 и HTC пока ведет. Само собой, оба аппарата могут похвастать отличными возможностями в плане фото. В iPhone 5 установлен 8-мегапиксельный сенсор с обратной подсветкой, который умеет делать HDR-снимки. Распознавать лица и снимать Full HD видео с частотой 30 кадров в секунду. Качество камеры iPhone всегда было на высоте. И хотя Lumia 920 хорошенько взгорела купертиновский смартфон в плане фото, iPhone 5 все равно остается отличным камерафоном. HTC же, в свою очередь, очень ответственно подошла к проектированию камеры и урезала количество мегапикселей аж до 4. Но зато увеличила их физический размер, что, в свою очередь, ведет к тому, что камера HTC One захватывает больше света. Кроме этого, всяких других фишек тут тоже полно. И серийная съемка с огромной скоростью и последующим выбором фотографий. И различные режимы как фото, так и видеосъемки. Всякие панорамы, замедленные съемки Инстаграма. Подобные фильтры к вашим услугам. Что до качества получаемых фото и видео, то я вряд ли отдам предпочтение какому-то конкретному смартфону. Оба они не дотягивают до Lumia 920 в этом плане, даже несмотря на то, что в HTC имеется оптическая стабилизация. Единственный плюс HTC в этом плане – более широкий угол видеосъемки. Поэтому каждому смартфону нужно присутить по одному баллу, и счет становится 5-3. Вообще не думал, что скажу это при всей своей нелюбви к бренду Beats, но в HTC One красная буковка B в кружочке очень в кассу. Но настолько в кассу, что после прослушивания музыки в HTC One возвращаться к iPhone как-то уже и не хочется. Конечно, есть и мнение, что звучит он посредственно, но по моему скромному мнению, этот смартфон предлагает наилучший звук при помощи стандартных приложений. iPhone здесь проигрывает, как бы это грустно не было слышать поклонникам эпловских смартфонов. А знаете, где еще проигрывает iPhone? В звуке из внешних динамиков. HTC в своем One предлагают покупателю отличного качества стереодинамики. В iPhone же динамик 1, он потише и качеством немножко похуже. Хотя и тоже вполне себе хорош. Но в целом в плане звука HTC One обходит iPhone 5 как ни крути. Счет 6-3 в пользу Android девайса. Ну и в конце, как водится, нужно упомянуть о батарее. В iPhone 5 она совсем не удивляет своей емкостью, всего 1440 мАч. В HTC One установлен более емкий элемент питания, аж на 2300 мАч. Однако ожидать намного большего времени работы от тайваньского смартфона будет неправильно. Более прожорливый процессор и почти 5-дюймовый экран с Full HD разрешением делают свое дело. Хотя, благодаря возможности включить режим энергосбережения на HTC One, пользователь может заставить девайс проработать аж двое суток более-менее активного использования без необходимости подзарядки. iPhone как ни крути, я ставлю на зарядку каждый вечер. И это самый большой минус не только смартфона от Apple, но и многих других современных телефонов. Счет становится еще более разгромным. 7-3 в пользу HTC One, который держит заряд все-таки чуть дольше. И почему же у нас в итоге получился такой счет? Можно обвинить меня в предвзятости или просто нелюбви к Apple, но на самом деле это все совсем не так. HTC One модель 2013 года. В свою очередь iPhone 5 был представлен в прошлом, 2012 году. Можно предположить, что следующий iPhone будет лучше и сможет задать жару текущим флагманам, но с учетом того, как неохотно Apple решается хоть на какие-то изменения в своих телефонах, сдается мне, что в этом году пятая точка ребят из Купертино будет просто-таки гореть от конкуренции. На этом имею честь откланяться. С вами был Илья Казаков. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх и ведите себя хорошо. А еще не забудьте поделиться своим мнением об этом видео в комментариях. Это важно. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»